Самарская область подтвердила статус одного из крупнейших промышленных центров страны. В рейтинге Союза машиностроителей, который оценивает эффективность рекотделений, губерния вошла в пятерку лучших. Информацию озвучили в Москве на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России Ассоциации Лига содействия оборонным предприятиям. Вчастие в нем принял губернатор Дмитрий Азаров. Этот год для отрасли прошел под эгидой национальных проектов, отметил председатель объединения, глава корпорации Ростех Сергей Чемизов. Ключевая роль в их реализации отведена машиностроителям. В частности, речь о таких глобальных программах, как производительность труда и поддержка занятости. В нем самарская область показывает опережающие результаты. В нацпроект включились более 70 предприятий губернии при плане в 55. Работают фабрики процессов, тренинговые программы по бережливому производству. Также участники заседания высоко оценили работу научно-образовательного центра. Он создан в губернии по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Эта площадка призвана объединить образование, науку и производство. Центр претендует на присвоение статуса НОЦ мирового уровня. На заседании также обсудили участие промпредприятий в подготовке и проведении года памяти и славы. Дмитрий Азаров рассказал о проекте «Вахта памяти», который разработан и реализуется в Самарской области. Многие промышленники уже готовы в него включиться. Есть предприятия, которые ковали оружие Победы, создавали. И, конечно же, они имеют в своих архивах данные, что в этот конкретный день Великой войны происходило на предприятии. И задача стоит в том, чтобы трудовые коллективы вспомнили эту великую историю своих предприятий. Подготовили соответствующие информационные сообщения, видеосообщения, надеюсь, и средства массовой информации в этом активно поучаствуют. И разместят их как на телевизионных каналах, так и, конечно, в сети интернет, где идет сегодня главная борьба за сохранение исторической правды. Идея нашла горячий отклик среди промышленников. Не исключено, что и другие предприятия «Союзмаша» со всей страны присоединятся к проекту.